Россия! Россия! Дорогие друзья, я очень хочу, чтобы у вас было нормальное, так сказать, Я хочу, чтобы город жил нормальной, спокойной жизнью. Мы должны показать и Крыму, и Украине, и Европе, что город ни о чем не волнуется, что все должно идти своим путем. Самое главное, человеческие жизни. Если в Киеве погибли, независимо от того, русские и украинцы, с какой стороны парикад, это самое страшное. Мы здесь стоим, мы живы, а почти 80 человек лежат в могилах и сотни покалечены. И вчера в Симферополе не было там, говорится, политической подоплеки. Даже если человека сдавили, потому что эмоции, но он же умер уже. Где-то, может быть, какой-то газ тут распылил, кто-то задохнулся. Поэтому в этом плане я бы хотел, чтобы было спокойствие. Чтобы ваша новая администрация спокойно бы работала. И я вам хочу сказать нашу позицию депутатов российского парламента. Мы не признаем правительство в Киеве. По одной причине. Не потому, что там кто-то делает антироссийские заявления или какой-то там антирусский душок. Юридически, я вам говорю об этом, как заслуженный юрист России. Нельзя нарушать конституцию. У вас есть конституция. Кому-то нравится старое, новое. Но по обеим конституциям законы вступают в силу только после подписания президента. И никто не может присваивать себе полномочия президента. Только после смерти или отставки, через процедуру, когда парламент принимает решение об отставке, Комиссионный суд подтверждает правоту, Верховный суд утверждает, после этого президент считается отправленным в отставку. Но ни одной процедуры не было соблюдено. Поэтому на сегодняшний день один единственный носитель законной власти, это Виктор Федорович Янукович. Он находится в России по своему желанию. Его никто силой никуда, так сказать, не отправлял. Он имеет право находиться, потому что ему нету необеспеченных условий безопасности. И сейчас на Западе пытаются напомнить нам всем, и мы хорошо это знаем, Будапештские соглашения 1994 года. 20 лет назад, когда Украина сдала России ядерное оружие, США, Евросоюз и Россия, мы подписали гарантию безопасности Украины и ее границу. Давайте соблюдать. Но давайте соблюдать соглашения, подписанные под Киевом. В феврале этого года о безопасности президента Украины Януковича. Те же лица 20 лет назад подписали, мы с ними. Значит, те соглашения мы соблюдаем, а президент Украины наплевать. Полномочия президента вашего Януковича и Виктора Федоровича до марта 2015 года. Вот, юридические полномочия. И он имеет право, так сказать, выполнять свои функции. И где находиться, не играет роль. Я знаю ваше отрицательное отношение. Народ в любой стране мира ненавидит своих президентов, премьер-министров, губернаторов, да и депутатов, кроме фракции ЛДПР. Потому что ни одно правительство не успевает нам с вами дать то, что надо. У кого-то жилье плохое, работа плохая, здоровье плохое, там, разводы, нищета. Поэтому большинство всегда недовольны. Во всем мире. Это арабская весна и наша октябрьская революция. Но в сегодняшние дни, вот я бы хотел, чтобы Севастополь жил бы спокойной, вот такой жизнью. Чтобы вы ни о чем не волновались. Чтобы вы знали то, что, вот, как бы, позиция Москвы, столицы нашей общей родины в Российской империи, Советский Союз. То, что никто вас не оставит в беде, чтобы вы это знали, что времена, наконец, наступили другие. Это Ельцин, не зная, как себя вести, где-то там он забывал про русских в Прибалтике, или что-то на Украине. Вообще, из самолета забывал выходить, встретиться с другим президентом. Понимаете, любая революция, голова идет кругом. Как только меняется власть и снизу прорываются наверх, обычный прораб с Урала стал президентом великой страны. Представляете? Это же тоже имеет значение. Конечно, голова кругом пойдет, когда весь мир дрожит. Они сегодня мучаются в Брюсселе. Они что-то заседают, когда что-то делает Россия. Так им нечего делать. Это их единственное занятие. Вот там русские учения проводят, вот там где-то военно-морской флот, вот там мы изобрели что-то. Мы все изобрели. У нас есть сверхсовременное оружие. Нам плевать на их ракеты, систему ПРО. Мы превентивным ударом уничтожим любое государство в мире. Любое. Вот этого они боятся. Потому что они хотят господствовать. А уже время это ушло. И мы никому не угрожаем. Живите как хотите все. Унитарные республики, федерации, конфедерации. Выбирайте на улице. Голосуйте на выборах. Но никого нельзя подвергать дискриминации. Не должна быть демократия для Восточной Европы и для Западной. Демократия для всех. Закон для всех. Конституция для всех. Поэтому я хочу, чтобы вы чувствовали себя уверенно. Чтобы в глазах у вас была радость. Радость именно того, что наступили лучшие времена. Что хуже не будет. И появится на Украине другой президент в конце концов. Но законный. Какие-то выборы пройдут. Какие-то законы примут. Но никакие боевики из Львова не должны ставить кого-то на колени. Кого-то раздевать. Врываться в прокуратуру. Разоружать ГИБДД. Это все уже было. Это было 80 лет назад. И Махной, и Петлюра, и Котовский. Там еще раз. Там они разные были. И красные, и белые. И так далее. Но когда-то из Крыма в 2020 году ушла доблестная русская армия от Лав Константинополя. Вот я хочу теперь, чтобы оздоровление Украины и нашей страны России началось тоже с Крыма. Теперь отсюда, на север, пойдут волны вот той настоящей демократии. Поэтому все будет в полном порядке. Крым получит, и Севастополь в первую очередь, все, что вам надо. В плане экономики. Деньги есть. Все, что надо городу Севастополю, он должен получить. И мы приложим максимум усилий. Это мой подарок Севастополю. Дать вам безвозвратный кредит. И без процента. То есть подарок. Газ. Газ. И любые продукты энергоносители вы будете получать в неограниченном количестве. По самым низким ценам, а если надо, и бесплатно. Вперед. Поэтому все вопросы экономические, моральные. Мы добьемся, чтобы у вас было мощное свое телевидение. В Севастополе, и в Крыму. Свои газеты. Да. Своё радио. Чтобы было больше консульских служб в России. И в Крыму, и на всей территории Украины. И здесь, в городе Севастополе. Чтобы вы знали. И все дальше вы будете сами решать. Чтобы никто не навязывал никому. И мы хорошо относимся и к русским, и к украинцам. Большинство украинцев и русских. Мы один народ. И к армянам. И к грекам. И к татарам. Все, кто... Ведь спорит элита. Папы, как называется. Паны дерутся, а чубы у холопов трещат. То есть вы. Вам плохо, а паны не знают, куда спрятать свои богатства. Задайте. Сколько же может так? И так везде. В частности, в Турции был. Там прослушали разговор премьер-министра с сыном. Кто спрашивает. Значит, папа. Сколько уносить денег из дома? Говорит, все. Сколько все? 30 миллионов долларов. Везде коррупция. Везде боятся лежать в банках. Держат дома. И везде сыновья играют пагубную роль. У Януковича Дантий сыночек. Что-то там слишком много нахапал. И рядом через море у турецкого пневмориста опять сыночек. Он хоть как курьер. Это все едино. Весь мир подвержен коррупции. Евросоюз провел обследование. 120 миллиардов евро уходит на коррупцию. Поэтому это везде проблемы. Преступность, коррупция, мигранты и так далее. Разводы, дети, алкоголь, табак, наркотики. Но я просто хочу в заключении, чтобы вы понимали и чувствовали. Тишина должна. Нормально все будет. Никакие боевики не прорвутся в Крым. Все под контролем. Сегодня не обязательно быть где-то на месте. Издалека можно определить, кто куда поехал. И остановить тоже издалека. Чтобы не ехал туда, куда не надо. И можно определить, какое вооружение есть. А уж прослушка телефонов. О чем они говорят. И чей приказ пытаются исполнить. В каком населенном пункте. Все известно. А без телефонов как обойтись? Они же не могут глухонемые зайти, сесть в какой-то грузовик или автобус. По телефону с любовницами прощаются. Надо же попрощаться. Насколько часов уехал. И что привезет ей в подарок. Где они грабанут очередную квартиру. Богатых киевлян. Поэтому готовьтесь к летнему сезону. Россия приедет. Будем надеяться, что еще больше родственников. А у всех семей в России есть родственники на Украину. У всех. У всех абсолютно. Пусть навещают, приезжают. Подольше можно пожить у родственников. Подольше. Задержаться. На отдых и лечение. Поэтому здесь вы живете в благодатном краю. Великая история. Здесь все начиналось. И христианство. Тут и греки. И арабы. И турки. Русские. И Киевская Русь. Это самая древняя, седая история. Поэтому Севастополь великолепный город. Мы с вами гордимся. На пенсию приеду обязательно. Мы хотим, чтобы у вас была уверенность. Чтобы вы ни о чем не волновались. Чтобы это страшная зима. Если у арабов была весна арабская, то нам устроили славянскую зиму. Под самые морозы. С ноября по февраль. Ну завтра же 1 марта. Поэтому я бы хотел сделать подарок жителям Севастополя. Вот как его только сделать. Гражданство давайте. Нет, я... Гражданство берите, всем раздаем. Пожалуйста. У вас есть какой-то комитет здесь такое? Общественное самоуправление какое-то? Он как раздражает. Чтобы я... Кто есть? Сначала он глава города. Я имею в виду, да, вот внизу. Чтобы я на подарок женщинам Севастополя я дам деньги. На цветы. Кому дать? Как фамилия? Камилов Иван. Мы ему даем деньги. 8 марта через неделю от нас, от ЛДПР купил... Вы лучше им раздайте. Может они цветы купят. Мы ему дали. Сколько лет? Молодец! Вот по 100, да? 10 тысяч гривен. Еще сколько? Мы вам все. Сколько всего? Молодец! А защита храмов? 30 тысяч гривен я даю на цветы женщин в Севастополе. Вот он все раздаст. Все раздаст. Раздайте. Старым девам раздайте, беременным раздайте, так сказать. Одиноким, разведенным, замужем, многодетным. Чтобы они знали, что Россия богатая. Всем все дадим. Все честно. Горбитесь вашим городом. Славный город Севастополь. Прекрасный Крым. Замечательная Украина. Мужественная Россия. Нас никто больше не возьмет. Они все там живут в Брюсселе, мучаются. Посмотрите на их сморченные лица. Они уже ничего не могут. Русское слово «Запад» – «Западань». Падают. Падают. Все. Запад. Наши самые богатые жулики уехали туда и там вешаются. Березовские. Все там пропил, там не знаю, проиграл в казино. И Абрамович ходит тоже грустный. Поэтому Запад гибнет. И погибая хочет в могилу потащить еще нас, в Восточную Европу. Мы с вами не гибнем. У нас с вами Олимпийские игры. На которых мы победили. Хорошего настроения. Я не хочу вам не думать. Да здравствует Севастополь. Русское слово Севастополь. Это наш русский флаг, бело-синий праздник. И Андреевский флаг. Да здравствует Крым. И Россия всегда с вами. Никогда не забудет. Никогда никто в обеде вас не останет. Будьте счастливы, жители Севастополя. И голодатой Международной Думы здесь будут очень часто. И будут стараться вам помогать по всем вопросам. До свидания. Да здравствует Севастополь и Россия. Россия и Севастополь. Музыка. Ты, 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 крылатый ветер, Над майами, над земной, Расскажи мне в земной свете, Края, любимый город мой. Всем на свете быть победой, Нам на тринадцатый берега. Воевали наши леты, И прославились моря. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Севастополь. Севастополь, 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 Бой с русских моряков. Здесь, как мой святой правый, Свет за Родину стоит. И на любилую славу Вы уложили в бою. Севастополь, Севастополь, Севастополь. Спасибо! Спасибо Владимиру Вольфовичу! Спасибо России! Спасибо! Спасибо! Спасибо!